Спонсор программы – сеть магазинов «Акватория». Торговая сеть «Акватория» представляет ванную комнату вашей мечты. В нашем новом салоне сантехники вас ждут самые роскошные модели и революционные инновации. Лучшая мебель для ванных комнат с фасадами ручной работы. Стильный и эргономичный санфоянс. Коллекции в любом стиле – от классики до модерна. И полная комплектация – от смесителей до зеркал. Окунитесь в роскошь в новом салоне сантехники. Наш адрес улица Сау-Барака, 55А, магазин «Акватория», 3-й этаж. Здравствуйте, с вами пресс-новости. В конце прошлой недели Саудовская Аравия с союзниками начала военную операцию в Йемене. Ее поддержали Египет и Ордания, Марокко, Пакистан, Судан и Турция. Конфликт в главном нефтеносном регионе мира может привести к росту цен на нефть. На саммите стран Лиги Арабских государств, завершившемся в минувшие выходные, было принято решение о создании единых региональных вооруженных сил. Распад Йемена на части, контролируемые повстанцами, лояльными президенту войсками и джихадистами, усиливает хаос на Ближнем Востоке, пишет независимая газета. Гражданская война в Йемене имеет шанс вылиться в прямой конфликт между региональными соперниками Саудовской Аравией и Ираном. Ведь тот, кто одержит верх в Йемене, может контролировать один из самых важных маршрутов мировых перевозок нефти через Баб-Эль-Мандепский пролив. Как считает директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО МИД Вениамин Попов, обострение конфликта на руках американцам. Они перестали быть зависимыми от поставок нефти с Ближнего Востока, а ЕС и Китай по-прежнему от них зависят. Война позволяет США держать их в узде. Между тем, европейцы недооценивают опасность. Ведь если не будет диалога между участниками противоборства, то от этого выиграют Аль-Каида и Исламское государство. Если на этой неделе будет достигнуто соглашение между «шестеркой» и Ираном, возможно, цены на нефть вновь упадут, а также будет нанесен ущерб нефтепромыслам в Северном море, прогнозирует Sunday Times. Иран находится на четвертом месте в мире по запасам нефти и на втором по запасам газа. Но добычу сковывают западные санкции, напоминает издание. По оценке трейдеров, если Иран согласится обуздать ядерные амбиции и заключить соответствующее соглашение с Западом, то на рынок, где предложение уже превышает спрос на 1 миллион баррелей, может хлынуть и еще 500 тысяч баррелей иранской нефти. Между тем, на буровых Северного моря обвал цен на нефть уже спровоцировал хаос. Компании сократили тысячи сотрудников и урезали зарплату, отмечает издание. В деле об убийстве политика Бориса Немцова появился возможный новый фигурант по имени Руслик, который, по словам подозреваемого Заура Дадаева, предоставил для совершения преступления автомобиль и пистолет. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к следственной группе. Отмечается, что Следственному комитету России и оперативникам стали известны имя и фамилия человека, который представился Русликом. Однако пока они не разглашаются. Кроме того, отмечается, что исполнителям преступления Руслик пообещал по 5 миллионов рублей. По данным следствия, он может быть и организатором, и заказчиком убийства политика. Уточняется, что в настоящее время он не объявлен в розыск. Министерство строительства и ЖКХ России разработало законопроект, регламентирующий повторное использование заброшенных могил. Об этом пишет газета «Известия». В каждом российском регионе будет создана комиссия, выявляющая заброшенные захоронения. Такие могилы будут вскрывать, останки кремировать и помещать в специальную могилу невостребованных прахов. Освободившиеся площади будут использованы для новых захоронений. Свободный график работы устроил себе Аким Чапаевского сельского округа, Осакаровского района, Жамбулат Курманов. Дотошные сельчане подсчитали, за 100 рабочих дней чиновник появлялся в Акимате всего 10 раз. Возмущенные граждане обратились в областной дисциплинарный совет с жалобой на Акима прогульщика, пишет Экспресс-К. И все потому, что Жамбулат Курманов в этом поселке не живет. И на предложение поселиться по месту работы отвечает категорическим отказом. Обвинений в свой адрес Жамбулат Курманов не признал. Итогом рассмотрения этого дисциплинарного дела стал строгий выговор в отношении прогульщика. А чтобы Курманов лучше почувствовал нужды сельчан, его обязали в двухнедельный срок переехать в поселок. Иначе в отношении него будут приняты совсем другие меры. Это были все пресс-новости. Смотрите нас и сегодня вы увидите то, что другие прочитают только завтра. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok